Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Молка Лазарева. Фрейлина королевской безопасности. Пролог. Стать отцом легче легкого, но очень нелегко отцом быть. Вильгельм Буш. Через час после покушения на убийство Трои. Он вошел без стука, рывком распахнув нужную дверь. Все эти академические правила, не входить мужчинам без приглашения, для него не работали. Артефакт Артаксара позволял открыть любые двери, тем более, если за этими дверьми живут его дети. — Отец, зачем ты явился к нам? — обеспокоенно спросила девушка в очках, закрыв дверь за вошедшим в комнату гостем и его спутником. Гость осмотрелся по сторонам. Коротким кивком поприветствовал еще двух своих дочерей. Родитель из него был никудышный. Но даже несмотря на детские обиды, в глазах каждой из девушек плескалась любовь к нему, словно у щенков, которых погладили один раз, и теперь они готовы продать душу за новую порцию ласки. — Что-то случилось? Тебя кто-то узнал? — забеспокоилась полуоборотень мира. Гость не помнил точно, как именно встретил ее мать. Среди множества любовниц она была одноразовым развлечением. Однако, когда дочь родилась, волчица быстро сумела отыскать отца и потребовать от него денег. Разумеется, ей было отказано. Хотя дочь он все же забрал, уже тогда почуяв, что отпрыску достались по наследству магические таланты. С Хлоей и Танисой вышла примерно такая же история. Он не мог позволить своим дочерям тратить доставшийся от него талант на глупости, когда можно было использовать дар с пользой. План изменился, — сухо бросил папаша, присаживаясь на одну из кроватей. Пришедший с ним незнакомый наемник словно тень встал рядом. — Мы слышали сигнал тревоги. Это из-за тебя? — поинтересовалась Хлоя. — Да, мне не удалось устранить Глеба. Троя встала на пути. Девушки переглянулись. — Ты убил ее? — Был уверен, что убил, однако она ожила, — мрачно выплюнул гость. Я затесался в свиту и наблюдал, как эта дрянь задышала. Теперь, если она придет в себя, может рассказать много лишнего. — Она видела тебя без личины? — уточнила Таниса. — Возможно, — ушел от ответа отец. — Поэтому, когда я покину академию, вы должны довершить дело. Трою необходимо устранить. Хлоя тихо ойкнула, а Мира зашипела. — Мы не убийцы. Ты отправлял нас сюда только шпионить! — воспротивилась она. — Я же сказал, планы изменились! — грозно посмотрел гость на дочь, заставляя ту вжать голову в плечи. — Если меня раскроют, можете забыть о наследстве и планах на счастливое будущее. Так что будьте добры выполнить то, что я скажу. В комнате воцарилась тишина. — Теон! — рявкнул гость на спутника. — Артефакты! Наемник, стоявший истуканом около хозяина, бесшумно достал из сумки на плече литровую бутыль из непроницаемого стекла, флакончик с серебристой затычкой, обычные с виду очки и туго скрученный свиток. — Очки Тонисе! — пояснил отец. — В них мощный определитель магии. Возможно, пригодится. Также, если трое будут охранять, вам понадобится свиток. Учтите, он в единственном экземпляре и способен подделать подпись любого человека или мага, в вашем случае герцога Эридана. Если что-то пойдет не так, воспользуйтесь зельем. Он ткнул в большую бутыль. — Это спящая красавица. Она погрузит Академию в сон. — Допустим. А дальше? — перебила его Тониса. — Самим нам тоже спать. У зелья нет антидота. В ответ ей протянули маленькую колбу. — Антидот есть. Единственный в своем роде. Не только Глеб может составлять уникальные снадобья. Я планировал воспользоваться зельем сам, если бы пришлось экстренно покидать Академию. Но вам нужнее. И что нам делать с этим набором? Мира подозрительно косилась на подарки отца. Что хотите, но трою устраните любым путем. Иначе о наследстве можете не мечтать. — Но почему мы? — ноты обиды прозвучали в голосе Тонисы. — Мы ведь твои дочери. Зачем делать из нас убийц? У тебя есть десятки наемников. В сердцах она ткнула пальцем в стоящего Теона. — В Академии только вы, — отрезал отец. А наемники пригодятся в другом месте. Я взял их сюда лишь ради подстраховки. Кроме Теона, еще двоих. Они сейчас охраняют проход. Поэтому вся надежда остается на вас. Тем более, что средства для этого я выдал. Губы Тонисы невольно поджались. — Хорошо, — буркнула она и отвернулась. — Мы согласны. Убить — значит убить. — Чего не сделаешь ради любимого папочки, — поддакнула Мира.